10.00. Группа археологической экспедиции прибывает в Бобруйск. Первым делом историк Игорь Морзалюк знакомится с уникальной находкой в Краевеческом музее. Перед глазами меч 11-13 века. Это статусная сброя, потому что я думаю, что ещё надпись будет. Хочется, всё будет надпись на латыни. На рукоятке сохранились остатки серебрения. Эксперты уверяют, артефакт принадлежал старшему дружиннику или даже князю. Здесь же элементы боевых топоров и наконечник стрелы. Внимание приковывают шлем с тысячелетней историей. Игорь Морзалюк называет головной убор сенсацией. Уникальность Бобруйска шлема в том, что он самый полный, досконалый, информативный шлем этого типа. 34 шлема есть, а лены фрагментованные, в разной стопени коррозии. Это самый целый, оцелелый шлем. Следующая точка маршрута – судостроительный завод. Археологи и студенты из ФАК МГУ Кулешова занимаются раскопками. Берег Березины напоминает строительную площадку, лопаты, ямы. Однако работа кропотливая. Землю пропускают через сито, используют линейку и нивелир. Всего через 30 минут нашли фрагмент горшка, кухонная утварь в виде латинской буквы «С». Такие изготавливали в X веке. Мы можем говорить, что точно Бобруйск – это X век как поселение. Бобруйск – это такая интересная точка. Мы, когда сопоставили сведения по предыдущим полевым исследованиям, получилось, что вокруг Бобруйска около 11 поселений. О чем это говорит? Это говорит о том, что где-то здесь был какой-то центр, центр власти, центр сбора Дании, вокруг которого формировалось сельское поселение. Пока же специалисты обследовали только два. Нашли древнерусский слой, но убеждены, можно добраться и до Железного. Планируют полномасштабные исследования. Следующая локация – район Фондока. Именно здесь обнаружили тот самый меч. Его отправили на реставрацию. «Получился вот такой вот песчаный нанос. Потом идет первоначальный уровень дерна. Вот так вот он был. Ну, в общем-то, пока признаков культурного слоя нет». Бобруйск, убедились археологи, историческая загадка. По гипотезе, здесь могло развернуться летописное сражение, битва со Всеславом-Чародеем. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.